Здравствуйте! Вы смотрите программу «Разговор по душам». С вами в студии я, Елена Бубнова, и врач-психотерапевт Алексей Зотов. Алексей, здравствуйте! Здравствуйте, Елена! Здравствуйте, уважаемые телезрители! В прямом эфире мы обсуждаем актуальные темы, отвечаем на ваши вопросы, когда вы нам звоните. Телефон в студии 202-11-22. Мы открыты для диалога и готовы поговорить по душам. Да, мы по-прежнему скучаем по вашим звонкам, по разговорам, ну или по крайней мере по каким-то вопросам в прямом эфире, потому что за пределами передачи, когда мы выходим и встречаемся с коллегами, не знаю, с пациентами, вот, с людьми, которыми давно не виделись, с соседями, может быть, даже. Мы узнаем, что вы смотрите передачу, но, да, и возникают какие-то вопросы, ну, вот, до эфира они не всегда доходят, поэтому, ну, вот мы по-прежнему ждем звонков, каких-то, может быть, вопросов, каких-то, может быть, комментариев, продолжения тех разговоров, которые мы начали. Вот. В общем, наверное, как и любая передача о психологии, которая призвана не столько развлекать, носить развлекательный характер, ну, отвечать на какие-то, каждый раз искать какие-то вопросы, что делать после развода, что делать неуверенным, что делать в абьюзивных отношениях. Сейчас очень так это, да? Да, очень. Тема такая. Очень это, в общем, популярно, как какие-то инструкции по выходу из ситуации или входу в ситуацию, как выйти замуж, да, ситуацию, дайте инструкцию. Вот. Мы в какой-то степени обречены, вот я уже об этом говорил, мы обречены, и эта обреченность имеет параллели с консультированием. Мы иногда обречены топтаться на одном месте. Вот. В той работе психотерапевтической, которую я знаю, не в той, которая, может быть, очень часто показывается вовне, человек пришел, задал вопросы, ему на эти вопросы ответили, он ушел обдумывать или счастливый, или еще какой-то. Ну, в общем, все случилось за один раз. Я знаю, что часть специалистов так и работает. Вы ко мне приходите, я вам все расскажу за один раз. Это такая работа, как у сфинкса. Приходит кто-то, ну, не знаю, да, древнегреческий герой к... Не к сфинксу, а к каракулу. Сфинкса задавал вопросы, да, тем, кто не отвечал, казнили. Да, к каракулу приходит и говорит, вот что меня ждет или что мне делать? И вот получает какой-то, может быть, таинственный ответ на свой вопрос. Вот та психотерапевтическая или психологическая работа лечебная, которую я знаю, она обречена иногда топтаться на месте. Она обречена, ну, как кажется, топтаться на месте. Она обречена на паузы, на раздумывания. В общем, она в какой-то степени похожа на вот такое медленное, может быть, не очень понятное для самих участников движение. Может быть, размытое какое-то, расплывчатое. В конце оно становится фокусированным. То есть мы сначала что-то делаем, как-то проходим, у нас какой-то разговор случается, а потом мы можем отрефлексировать, ну, то есть вернуться к этому разговору и сказать, что мы вот, что мы тут наговорили, да, что мы просеяли через сито разговора, что здесь было важно. И тогда это вот вопрос оказывается, ну, может быть, результирующим для сделанного. А может быть, наоборот, мы признаем, что мы топчемся на месте, да. Но это ведь иногда очень отражает ситуацию самого человека, который приходит в терапию с ощущением, что он топчется на месте. Ну, все есть, он все знает, он очень подкован, начитан. Ну, это портрет вот современника, человека 21 века. Он начитан, он подкован, он знает. Ну, да, приходят к вам и говорят, я прочитал в Инстаграме, прочитал еще в каких-то... Я хочу избавиться от абьюзивных отношений. Или вообще, я кажется, нарциссической личностью, я бы хотел быть менее нарциссической личностью. Или у меня депрессия после расставания. Или мне необходимо совершить принятие и отпустить ситуацию. Ну, мы уже тоже как-то в это заходили. Я вспоминаю какой-то период, вот сейчас этого нет так много, ну, может быть, год-полтора назад, когда часть каких-то моих знакомых, начитавшихся в соцсетях различных там тестов, посмотревших видео, прям категорично заявляли, у меня биполярное расстройство. Это был какой-то тренд просто вот найти в себе биполярное расстройство. Ну, да. И еще я думаю о том, я не знаю, как вы себя чувствуете, сидя и смотря эту передачу, сидя дома, может быть, на рабочем месте, или где-то, может быть, в машине вы едете, что так много вот сейчас происходит ощутимого надличностного и надчеловеческого. Ну, то есть, может быть, я говорю о том, что и люди на прием приходят с этим, что они, ну, ковид один из примеров только, да, или мировая напряженность – это второй пример, текущая ситуация. Ну, да, внешняя политика даже нашей страны, если не называть определенных событий. Да, вот так много происходит надличностных каких-то событий, что становится тревожной, и люди перестают себя ощущать, ну, творцами, может быть, своей какой-то историей личностной, да, от того, начинают ощущать, что очень мало зависит от их каких-то действий, от каких-то движений. И, возможно, я сейчас строю мостик к идее апатии. У нас вот эта вот идея апатии из передачи в передачу кочует. Я все больше встречаю людей не только подростков, в прошлый раз я о них говорил, но и взрослых, которые вот, ну, озадачены очень сильно и очень сильно обессилены, я бы так сказал, да. Ну, как будто бы теряются ориентиры. То люди потребляли с избытком даже, возможно, какие-то блага, которые сейчас предлагает наша экономика, да, там, и в сфере услуг, и в сфере... Как говорится, у нас все есть. Да, у нас все есть. А тут, когда напряженность растет, и будущее, по сути, неизвестно, ну, действительно, все это теряет смысл тогда. Вот что, за что зацепиться? Как вообще дальше спрогнозировать свою жизнь, зарплату, как платить ипотеку, вообще, что с моим жильем? Может быть, нам и обратиться к телезрителям, в чем для вас сейчас смысл, в чем вы его находите, из чего вы его добываете. Вот тут недавно я был на одном мероприятии у нас такое, раз в год проходит зимняя психологическая школа, такое мероприятие за городом, на котором присутствует большое количество коллег, психологов, психотерапевтов, люди далекие от психологии, но интересующиеся есть. Вот, и мне там пришлось вести одну, ну, одну группу, может быть, да, занятия. Вот, и вот этот вот вопрос наличия всего и попыток найти удовольствие в этом во всем, то есть возникла такая линия, что ли, раньше удовольствие было связано с достижением цели, ну, вот ты что-то сделаешь, и от этого получишь удовольствие. Потом наша стратегия немножко изменилась, не нужно двигаться до цели, ну, это ждать долго, нужно вот это вот мантра современного человека, да, нужно найти удовольствие в текущем моменте. И, кажется, мы большое количество, как люди, большое количество сил, времени потратили на то, чтобы присутствовать здесь и сейчас, брать все от текущего момента. Ну, это вот прям молитва человека 21 века, вот так, по крайней мере, первого двадцатилетия. Вот, и мне кажется, что мы тоже на этом как-то... Погорели? Ну, вот оказалось, что вроде бы мы друг другу это твердим, пишем, везде релаксация, йога и медитация, а вот вопросы все равно остаются. И выглядит это так, что люди приходят и говорят, я вот и то, и все, и пятое, и десятое делаю, а вопросы все равно остаются, как будто они вот продолжают ускользать. И вот этот вопрос смысла, Елена, о котором вы сказали, и вообще связано ли удовольствие каким-то образом со смыслом, может быть, они вообще никак не связаны, может быть, смысл отдельный, может быть, можно получить удовольствие без смысла, ну, такое, обессмысленное, да? Ну, какой смысл в том, чтобы пить алкоголь? Никакого. Он даже скорее отрицательный, ну, результат отрицательный, да? Вот, но часть людей... Ну, результат, наверное, людям нравится, последствия отрицательные. Последствия отрицательные, да, вот. Но часть людей, большая часть, находит в этом определенное удовольствие, да? И так далее, и так далее, и так далее. То есть вот, может быть, я не знаю, есть ли у кого-то вопрос, как все то, о чем мы говорим, связано вообще с психологией у нас, передача психологическая. Вот мне кажется, что это связано напрямую. И все сильнее начинает звучать, потому что, ну, в каких-то личностных смыслах уже не получается спрятаться людям, да? Они начинают смотреть по сторонам, они начинают спрашивать, а как у тебя, и, в общем, каким-то образом ориентироваться. Вот у меня... Я так таратурю, да, может быть, да. Я хочу обратиться к нашим телезрителям и спросить, вы согласны с Алексеем или готовы с ним поспорить. Звоните 202-11-22. Да, позвоните, скажите что-то по этому поводу, как вы это понимаете. Мы вчера вечером заговорились с моей коллегой по медицинскому центру. Это молодая девушка, женщина, администратор, да? И вот мы поговорили, и оказалось, что вот эта вот идея, точнее, этот вопрос о смыслах, а мы там идем от апатии, он какой-то очень важный, да? Вот как-то вот этот вопрос «Зачем?» он с большим таким... очень выраженное присутствие в этом вопросе, да? Присутствие этого вопроса. Зачем? Зачем идти учиться? Зачем садить? Я понимаю, говорит она, что вот если я сделаю, я буду рада самой себе, если я сдам там какую-то контрольную, если я выйду, пробегусь или там чем-то займусь, я буду рада. Но что-то такое есть, что вот сопротивляется. Мужчина вчера приходил, который совсем в другой теме рассказывал о том, что он понимает, что он должен быть настоящим мужчиной, мужем и защитником своей семьи, опорой, уверенным, спокойным, самодостаточным. Но что-то в нем эта идея сопротивляется. Он говорит, вот взять, пойти и делать. Все вижу, все знаю. Что-то в нем сопротивляется эта идея. Не встает, не делает, скукоживается. Я тоже могу привести пример. Недавно разговаривала с молодым человеком. Она работает юристом. И тема такая была. Я ему говорю, ну, любой руководитель хочет, чтобы у его сотрудников глаза горели при выполнении работы его. Он сидит и говорит, ну, а как могут от этого глаза гореть, от этой юриспруденции, то, что требуется от юриста. Ну, как? Я не нашлась, что ответить. Ну, и вот этот вот вопрос. И я думаю, что в какой-то степени, наверное, выраженной степени, вот я подхожу к сегодняшней, может быть, основной мысли. Задачей это трудно назвать, но так выходит, так получается, что, может быть, мы своей передачей в какой-то степени транслируем, ну, людям, самим себе. Мы же, я себя не отделяю от тех, кто сидит на той стороне экрана. Мы транслируем, ну, вот какие-то такие вопросы, от которых, конечно, можно отмахнуться. И я знаю, что, например, в части семей не принято разговаривать, кроме как на бытовые вопросы. Ну, что-то там о смыслах, о чувствах, о переживаниях, об изменениях, да. Браки же изменяются тоже, да. То, что происходит в 5 лет и в 15, это какие-то разные вещи. И казалось, что если мы в начале супружеской жизни что-то основали, какую-то маленькую ячейку, команду, может быть, да, что она так и будет существовать на протяжении длительного времени. Оказывается, что она каким-то неуловимым образом трансформирует. Как вот эти глаза перестают гореть. Куда это горение уходит, да? Алексей, тем не менее, у вас большой опыт в психотерапии. И, наверное, я могу с уверенностью сказать, что очень много человеческих судеб прошло перед вашим взором. Мы про смысл говорим полтора года, и как будто бы нет выхода. То есть мы не даем рецептов, не даем инструкции. Но исходя из своей практики, как у вас, вот люди, которые к вам ходили с подобными симптомами или с подобными вопросами, находили ли они смыслы? Как-то они начинали у них глаза гореть? Тут хочется чего-то жизнеутверждающего. Начинали, Елена, начинали, и это продолжается. И вот эти горящие глаза как будто каждый раз появляются, когда человек начинает двигаться в каких-то проклятых или проклятых своих собственных территориях или территориях, проклятых для двоих людей. Что я имею в виду? Территории, которые... Ну вот человек говорит, мы годами о чем-то там... Я о чем-то думаю годами, я годами хочу уйти, если про брак. Или я годами хочу чем-то заняться, но понимаю, что ни времени, ни еще чего-то. это будет потеря денег, и вообще я не знаю, как это делать. Вот. Или вообще, что обо мне скажут люди, да? Ну, что скажут люди, что скажу я сам. Вот. Вот мы вчера с этим мужчиной сидели, он говорит, вот мне нужно быть таким, таким, таким. Я спросил, а что вы хотите? Он говорит. Он задумался на секунду, а потом сказал, ну я хочу того же самого. Но это стало не так очевидно, если... Ну он очень быстро пришел к пониманию, что его хотение в чем-то другом. Он сказал, так, что-то здесь не так, но если я хочу съесть яблоко, то я не пользуюсь категорией, мне нужно съесть яблоко. Я беру его и ем, да? Если я хочу... То есть нет внутреннего конфликта в отношении яблока. И нет принуждения, да? Нет убеждения себя, что это нужно сделать. Нет, планирование ты берешь и делаешь, да? Ну, или если это планирование есть, оно какое-то другое, да? И здесь либо... Здесь что-то вот... Как-то не стыкуется принуждение и желание. И когда он достаточно быстро обнаружил, что желание быть таким, как он себе нарисовал, нет, он быстро спохватился и сказал, ну тогда я должен стать желающим. То есть я, помимо того, что должен стать таким, я еще должен захотеть стать таким, да? Со стороны так слышится, как очередная ловушка, которую человек уже практически готов себе расставить. Она уже давно расставлена, и... Поскольку мужчина такой сообразительный и умный, он быстро обнаружил, что... Ну, или, по крайней мере, добирается, что это ловушка, которая... Ну, мы можем сказать, что какие-то важные для него фигуры ждали от него вот этого исполнения предписаний, да? От того, что... Ну, в общем, социальные какие-то мы существа в основном, да? И любовь у нас может быть, или, по крайней мере, благосклонность, как кажется, получена взамен на принудительные изменения, на то, что от нас хотят. Это какой-то обмен, вот. Но вот сильно это не играет. Как-то вот одна сторона, вот я все сделал, я выучился, я что-то дал, я пошел навстречу, а в ответ я получил, ты молодец, и все. Ну, это как-то не работает, да? Вот. Поэтому, как загораются глаза, ну, наверное, вот, если вернуться... Не наверное, а я вижу это, когда люди начинают делать те вещи, которые у них крутятся на уме и на языке, которые иногда и очень часто идут в разрез тому, что они делали перед этим, оно и понятно, потому что они вытесняли эти желаемые ходы. Ну, за должностованием, например. За должностованием, за тревогой и страхом что-то нарушить. Этот же мужчина говорит, слушайте, если я начну делать то, что я хочу, вдруг это будет деструктивно для моей жизни. Он даже не знает, что именно он разрушит, но фантазия о том, что это будет разрушительно, ну, уже есть. Наверное, он какой-то частью себя уже знает, что он разрушит, да? Но только себе в этом пока не признается. Ну, действительно, это, наверное, очень сложно, когда человек движется по жизни таким социально одобряемым путем. То есть вовремя школу закончил. Мы все движемся по жизни в основном таким путем? Или нет? Ну, до какого-то момента однозначно, да. Пока вот что-то не начинает внутри свербить, скрести. Сначала, наверное, это как тревога, да, не перестает удовлетворять и приносить удовольствие то, что есть сейчас в моем окружении. Интересно только, что и вы про это говорили. Вот эти как раз проблемы и задавание вопросов о смысле, оно помолодело сейчас. И, в общем, да, с этого сейчас этим жизнь, может быть, не заканчивается, а с этого вопроса жизнь начинается. Ну, у части людей, у части там ребят, подростков, о которых мы в прошлый раз говорили. Мне вот, правда, мне даже по-родительски очень интересно, я, конечно, пристаю к своим друзьям, знакомым, что родители сейчас говорят своим детям, ну, я примерно представляю, думаю просто, как это работает. Ну, каждый раз это индивидуальный же какой-то случай. Мы столкнулись еще вот же с чем, что универсалии плохо стали, ну, я не знаю, может быть, раньше они работали. Универсалии, универсальные какие-то заключения, универсальные рекомендации. Делайте, ну, такой, это же научный подход, по большому счету, когда массу разных стратегий сложили в одну кучу и выработали самую правильную стратегию. Ну, так же было, например, может быть, вы помните, как кормить детей, там, новорожденных, да, там, по часам или, там, по времени, объем, да. Вот. Сейчас как будто мы ушли от, ну, давно ушли от этой стратегии. Ну, да, Джерлинг Спок написал бестселлеры, и многие мамы стали следовать, а потом не меньшее количество стало это оспаривать, эту книгу и делать как угодно, но только не как Спок написал в своей книге. Да, и вот психология, психотерапия, как часть медицины, с одной стороны, стремится быть точной наукой, наукой, да, с фундаментом, с иерархией, со своим словарем, со своими системами, да, со своими доказательствами, со своей валидностью, ну, то есть, повторяемостью, да, способностью воспроизводить какой-то опыт. То есть, если к тебе пришел человек с истерическим расстройством, или человек, которого ты интерпретировал, диагноз поставил, да, или нарциссическое расстройство личности, паническая атака, биполярное аффективное расстройство и так далее, есть норматив, как в этом плане двигаться к успеху. Откуда он взят? Взят, это же не в чьей-то светлой голове в одной возник. Огромные, длительные годы практики, опыта показали, что лучше всего действовать таким-то образом. Если препараты, то есть препараты первой группы, которые рекомендуются, да, если какие-то психотерапевтические техники, то в отношении этого пациента скорее эта техника будет, ну, гипнотерапия показана, да, в отношении этого когнитивно-поведенческий какой-то подход, да, в отношении этого такие техники. Вот, и в этом смысле… Психоанализ, тоже покажу свою эрудицию. Ну, психоаналитический. Ну, кстати, вот я не вспомню сейчас… Там это скорее будет называться психодинамический подход, то есть психоанализ в чистом виде, в котором, ну, может быть, классический, в котором его знают специалисты, он в этих… Он просто очень долгий, он ресурсоемкий и в качестве подхода не сильно годится, но то, что психоаналитический подход сделал для психотерапии, это, ну, просто бесценно, да, поэтому огромное количество каких-то техник, стратегий, подходов эффективны сейчас, но они вот как раз именно в качестве подходов, вот. Поэтому, с одной стороны, я возвращаюсь к этой идее, психотерапия претендует и является научной дисциплиной в рамках медицины, как научной дисциплиной большой. Вот. И в этом смысле, конечно, пациенты, когда приходят на прием к психотерапевту, они рассчитывают, что они в определенную систему, в известную попали, то есть главное, чтобы их правильно продиагностировали, ну, как и в других направлениях медицины, да, если у тебя сахарный диабет, нужно выяснить, там, какой тип, еще что-то, да, и дальше адекватно. Ну, наверное, они и рассчитывают, как они к другим медикам ходят, у меня заболело, я там 10-14 дней попил таблетки, понаблюдался у врача, и мне стало легче. Наверное, такие же ожидания. Все верно. Все верно, да. То есть переносят вот эту модель лечения собственной психики. Абсолютно оправданно. Медики с первого курса, студенты учат, когда они учат, по-моему, на первом, что ли, курсе латынь, одна из этих поговорок, диагноститор, диагноститор, бенекуратор, да, хорошо диагностируешь, хорошо лечишь. Или, говоря другими словами, ну, там еще есть, да, постановка правильного диагноза, ну, почти там 50% дела, успеха. То есть если ты правильно оценил, но тут вот в психотерапии как раз это проблема. Ты оценил, а психика оказывается шире, дальше непредсказуемее, и очень трудно куда-то ранжировать. И пришедшая уже международная классификация болезней 11-го пересмотра, вот она в этом году начинает, так сказать, внедряться. Показывает, что там много всего поменялось. Это вызывает массу вопросов. Ну, туда вот вошла компьютерная зависимость даже. Я сейчас не скажу. Игровые какие-то более выделены, да. Но это мы сейчас в другую сторону уйдем. Ну, это, может быть, на будущее я подумала, что тоже интересная тема, которую можно было бы обсудить. Да, я уверен, что кому интересно можно заглянуть в МКБ-11. Я уверен, что уже огромное количество людей заглянуло, специалисты заглянули, потому что, ну, это такой кодекс статистический, в большей степени, в меньшей степени практический, потому что в основном статистика по этой, по МКБ считается. Вот. Но этот кодекс, ну, врачи просто обязаны знать, потому что они шифруют болезни и так далее. Я вас увела своим вопросом, Алексей. У нас не так много времени до конца программы. Вот закончите мысль, да? Пришел пациент к вам, и вот дальше вы. Пришел пациент, который с негорящими глазами? Нет, который вот рассчитывает, что психотерапевт его вылечит так же вот быстро после постановки диагноза. Я думаю, что и правильно рассчитывает, и деваться некуда. Другой вопрос, что, как я сказал, мы начинаем вторгаться на эту территорию, которую мы, кажется, своей программой очень хорошо, я надеюсь, транслируем. Это какая-то скачка, это какая-то, может быть, неопределенность, которая со временем только начинает складываться в определенность. Мы на протяжении какого-то времени разговариваем с человеком, потом говорим, а что это такое было? Что вы вообще думаете обо всем об этом? У нас тоже за время нашей программы, вот передачи мы говорим, ждем звонков, и нам не хватает этой обратной связи. Потом начинается какой-то блок, когда один, два, по нарастающей три звонка бывает за программу, а потом опять период. Слушайте, вы сейчас такую мне идею дали. Может быть, это такая обратная мне ответ, как психотерапевту, потому что иногда мне мои пациенты говорят, ну, нам не хватает вот того, что вы говорите на приеме. Может быть, это сейчас ответная реакция людей, ну, не моих пациентов, ну, вот мне сейчас прилетело, как сказали бы молодые люди, да, я сижу на приеме и моим пациентам иногда, как они говорят, не хватает моих слов, каких-то рассуждений, вот, а сейчас мне не хватает их слов. Вот, в этом смысле мы, наверное, в этой какой-то параллельной ситуации. Я бы не сказал, что мы квиты, потому что это вряд ли соперничество какое-то, да, подсчет очков. Ну, это как такое маленькое открытие. Спасибо вам за это открытие. Спасибо, Алексей, за сегодняшнюю программу. Смотрите нас в группе ВКонтакте «Разговор по душам» на Самары ГИС. Там весь архив нашей программы и также на канале Ютуба Самары ГИС. Вы можете посмотреть нашу программу. Всего доброго. Не болейте. Редактор субтитров А.Семкин